Гипотермия. Переохлаждение. Состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования. Да, и особенно термин гипотермия актуален зимой. Не понял. Ты что, быканул? И чтобы не замерзнуть, стул вам не пригодится. А вот зимняя куртка от всемайки.ру придется как раз кстати. Теплая, удобная и, что немаловажно, с индивидуальным бринтом. Когда я выбирал себе куртку, у меня буквально голова кругом пошла от вариантов. Сначала я хотел взять котю, потому что котиков все любят. Потом мой выбор пал на волка, потому что... Затем мне захотелось поддержать всех, кто носит имя Алексей. В общем, голова буквально взорвалась от ассортимента. Но и на этот случай принт обнаружился. А выбрал я в итоге жилетку рыбака, потому что в тему обзора. Что же касается технических характеристик, то тут ничего лишнего и все самое необходимое. Внутри синтепон. Есть удобный капюшон, который, если надо, отстегивается и обратно пристегивается. Приятные манжеты и утяжки снизу сохранят тепло внутри и спасут от ветра. Карманов меньше, чем на рыбацкой жилетке, но все необходимое на месте. В частности, карман для скипаса. Ну и лямки, чтобы носить куртку на спине и освободить руки, если вы захотите ее снять. Всем вам, мои дорогие подписчики, доступен промокод TERK221. На скидку в 15% к заказу абсолютно любой одежды и аксессуаров на сайте всемайки.ру. Приодеться за 5 минут легко. Ссылка на сайт всемайки.ру в описании к видео. И вам, наверное, интересно, почему я... Где я? Дело в том, что сейчас стало модно снимать аутентичные обзоры. В окружении, максимально приближенном к тому, что будет в обозреваемом фильме. И я решил... И я решил не отставать от модных тенденций. Поэтому, если вы смотрите это, значит я выжил. Гипотермия. Правильно. Правильно. Итак, это фильм «Гипотермия». И он про то, как семья из 4-х человек решила отдохнуть в своем домике на берегу озера. Порыбачить и... И... и все. Не похоже, что у них были еще какие-нибудь планы. Но им суждено было столкнуться с чем-то, с чем они доселе не сталкивались на этом озере. И это не только шумные соседи. Впрочем, не будем забегать наперед. Вы ведь никуда не торопитесь? Я нет. У меня все в порядке. Начинается же фильм с видов скованного льдом озера под свинцовым пледом облаков. По которому неспешно прогуливается персонаж Майкла Рукера. И может показаться, что он тоже никуда не спешит. Он считает ворон, разглядывает всякое в бинокль. Рэй! Дорогой ужин почти готов! Но Рэй не спешит садиться жрать, пожалуйста. Я просто ищу хорошее место перед тем, как сядет солнце. Буду через минуту. Хорошо. Минута пошла, и я прочувствую каждую ее секунду всем телом. Впрочем, хорошее место Рэй находит буквально за пять секунд. Даже лунку бурить не надо. И в целом, место настолько хорошее, что он решает... Отдохнуть подольше. ...да так, что на улице стемнеть успевает. Как я его понимаю. Что там делает отец? Ты же знаешь его. Он так взволнован по поводу приезда сюда. Не смог дождаться утра и пошел на лед. А дальнейшая его судьба меня мало интересует. И параллельный монтаж того, как Рэй прохлаждается, а его семейка ужином наслаждается, тому подтверждение. Рэй, посидев в проруби, по моим самым оптимистичным прикидкам, как минимум полчаса, ведь не могло стемнеть за минуту или даже за пять, решает, что хватит. Вим Хофф в любом случае ему уже гордится. И вылазит. В этот момент сынуля наконец вспоминает, что минута прошла несколько десятков раз. Ничего? Нет, ничего. Пойду возьму фонарь и попробую найти его. Хорошо, давай. Нет, ему не требуется посторонняя помощь, чтобы отыскать отца, которому по законам жанра... Нормально, все, ты в порядке? Теперь чижик ищи, блядь, неделю. Я не думаю, что у вас затрясение. Никто так не думает. Любой, кто хотя бы день отучился в медицинском, скажет, что... Это гипотермия. Пошевелите пальцами ног на всякий случай. Пальцы на ногах в порядке. Я одел мои счастливые носки. Трусы, судя по всему, тоже были счастливые. Я видел, что произошло с койотом, который застрял там, перед тем, как его прикончили и съели. И что это могло быть? Медведь? Нет, я не знаю. Это норка. Ну все, все, разошелся. Ведешь себя так, как будто вышел новый поворот не туда. К слову, пока семейка размышляет над тем, что это было за животное, это животное за ними наблюдает. Но вот наступает долгожданное утро, и все семейство выходит на лед, чтобы поучаствовать в зимней рыбалке по прихоти-бате. И я не представляю, как сильно нужно любить своего парня, чтобы согласиться на такое. Предстоит хороший день. Да, но проведете вы его максимально тупо. Они буравят лунки. За этим, подо льдом, опять кто-то увлеченно наблюдает. Но по факту, фильму ужасов про зимнюю рыбалку даже монстр не нужен. Достаточно уже того, что... Не могу поверить, что ни у одного из нас не было поклевки. Даже я, здесь и сейчас, чувствую себя гораздо комфортнее, чем если бы был с ними. Впрочем, Рэю кайфово, несмотря ни на что. Матушка у них как будто блаженная, и ее лицо выражает счастливое безразличие к происходящему. Дэвид терпит. А Джина пытается проспать все веселье. Но Рэй позаботится, чтобы этого не произошло. Джина, у тебя клюет? Нет. Может быть уровень озера упал, и рыба ушла глубже. Хочешь попробовать переместиться? Я не знаю. Он вчера вечером пробовал уже. Ближе к дну рыбы тоже не было. Кому еще кофе? Дорогая, может ты добавишь что-нибудь особенное? Я еще нет одиннадцати, подождешь до обеда. Мне хватало, чтобы мы опять вытягивали тебя из озера. А Рэй ты, оказывается, настоящий рыбак. Я уж подумал, он безумец. Твоя мать сказала, что ты собираешься в Африку, в Уганду, сразу после выпуска. Далековато, не так ли? Настолько далеко от зимней рыбалки, насколько только возможно. Вдруг на лед, на машине, с громко включенной музыкой заезжают еще два профессиональных рыбака. Которые, видимо, думают, что услышав музыку, рыба со всего озера сплывется к ним на дискотеку и начнет колбаситься. Ну, или они хотят ее, таким образом, оглушить. Разве нам нужно все снаряжение на льду? Это безопасно? Да, в этом году совсем не то. Я имею в виду, что есть места, что не выдерживают человеческого веса. Хорошо, что вы это понимаете. Этими двумя рыбаками оказываются отец и сын. Старший при этом ведет себя так, как будто пригнал сюда на динозавров охотиться. Другими словами, слишком пафосно для зимней рыбалки, которая при этом еще и автоматизирована. Рэй просит шумных соседей выключить музыку. Они выключают и уезжают. Но тут же возвращаются на снегоходах. Нет, ну, такая зимняя рыбалка мне уже начинает нравиться. А у семейки начинает клевать. Подхожий народ вы поймали охуенного монстра. Как в сказке про репку, тянут все. И даже парочка на снегоходах. Мы почти сделали эту суку. Мы почти ее взяли. Это было лохнесское чудовище. Вот что это было. Он реально ведет себя так, как будто на четырех из пяти зимних рыбалок вылавливает парочку каких-нибудь мезозавров средних размеров. В общем, на почве этого инцидента у них завязывается разговор. Они знакомятся. Стив Коут. Рэй Полытьер. Это моя жена Хеллен. Сын Дэвид. Его друг Джина. Очень приятно. Это мой сын Стив Джуниор. Готов поспорить, что если бы у него был еще один сын, то его бы звали Стив Средний. Про дочь так вообще молчу. Стив Старший приглашает семейство в свой рыбацкий трейлер, потому что он приехал сюда ловить рыбу и хвастаться своим оборудованием. И пока он не сделал ни того, ни другого. Но Рэй вроде бы пытается съехать с этой темы, потому что он как бы тоже рыбак и у него есть амбиции в пороховницах. Ты видела размер этой рыбины? Возможно, она поглотила половину рыбы этого озера. Как ты думаешь, что это было? Я не знаю, такая большая. И ты думаешь, мы поймаем ее? Ну вот тогда нам нужна лунка побольше. Но и тут облом. Дабл Стив уже делает лунку побольше. Чего ты ждешь? Давай! Ну, надо разобраться с этим вопросом. Я думал, что вы собирались сверлить свою лунку в своем укрытии. Я ее уже сделал. Но она недостаточно широка для монстра, которого мы собираемся поймать. Это тебе. Спасибо. Дамы? Ну, конечно. И мне бутылочка холодненького не помешает. Давайте, проходите, я покажу вам, что здесь и как. Спасибо. В общем, старший Стив ведет семейку на экскурсию в свой фургон рыбьей смерти. Нет, все не настолько шикарно, но и гораздо лучше, чем в этом фургоне. Когда я нашел это место перед летом, то я выловил там дюжину форели, и каждая из них была больше, чем ваш сейф. Это потому, что ты рыбачишь в радиоактивной речке говнотички из фильма «В лесу не сношаться». У нас есть все, чтобы чувствовать себя как дома. Кухня, душ, мини-бар. Хорошее мясо, отличная еда, и жизнь у нас не беда. Я думаю, вы, ребят, переборщили. Нужно быть ближе к природе. Мы не собираемся проводить в кабине каждую ночь. Мы выбираемся на лед. Минус 3,8 по Цельсию. Бррр, у меня аж мурашки по коже побежали. Кстати. В этом году совсем не то. Есть места, что не выдерживают человеческого веса. А ничего, что вы впятером зашли и в без того тяжелый фургон. Я не знаю. Короче, как вы поняли, Стив опять понтуется. Семейство Рея хватает на полторы минуты этих самовосхвалительных излияний. Они выходят. За это время Стив-младший уже сделал прорубь метр на метр. То есть он, в отличие от отца, мало говорит и много делает. Нам бы такого Стива, когда мы ездим нырять в прорубь. Если это не подействует, это уж точно нас выручит. Эй, мистер Гоут, пожалуйста, уберите ружье. После такого мува с пистолетом, Рей, наверное, смекает, что с каждой новой бутылкой пива, ствол будет выскакивать из кармана Стива чаще, чем в фильме «Быстрый и мертвый», и решает отправиться домой. Но активизируется рыбина. Стиви начинает тянуть, но оказывается под водой. И вот уже все тянут Стиви и благополучно вытягивают. Хочется спросить у него, как водичка? Ну, я и так знаю. Я видел, как долго в ней кайфовал Рей. Да и не до этого Стиву, у него ранение. Ты в порядке, сынок? Он не выглядит нормально, его надо отвезти в больницу. Но батя не спешит везти его в больничку. Горячий дождь и холодное пиво, вот что тебе нужно. Это больше похоже на первую медицинскую помощь при похмелье. Ну да ладно. Погода начинает портиться, ночь спешит сменить день. Семейство сматывает удочки. Но появляется Стив и предлагает им поужинать стейками. А потом поймать эту загадочную рыбу. И еще он озвучивает свою теорию. Я думаю, эта штука реагирует на вибрацию. Что ж, еще один фильм в копилку про дрожь чего бы то ни было под ногами. К слову, для самых внимательных. Я уже сделал обзор на дрожь Земли 7, остров Крикунов, три гребаных месяца назад. Послушай, Стив, скоро стемнеет. Мы не хотим еще одного несчастного случая, как, например, то, что случилось с твоим сыном. Это не проблема. У меня достаточно снаряжения, чтобы все здесь осветить. Дай мне поговорить с семьей. Сейчас жена Рэя начнет его отговаривать, ведь это опасно. Да и дом у них явно просторнее, уютнее, теплее. Что-то мне не особо хочется готовить ужин. Может быть, когда он будет с этим успокоиться? Мда, голос разума прислушался к желудку. Во время ужина Стив-младший выглядит довольно кисло и брызжет кровью. Да, конечно. Позвольте мне помочь вам. Бог мой, простите. Насыщенный и густой, как я люблю. Да все в порядке. Стив, ты выглядишь ужасно. Готовы идти поймать эту рыбу? Тебе не следует идти никуда, кроме как отделения неотложной помощи. Но Стив-старший наотрез отказывается везти его в больницу, потому что зимняя рыбалка превыше всего, и на ней даже человеческим жертвам место найдется. В итоге младший ложится поспать, а остальные мужчины выходят на улицу. Согласно твоей теории, это должно привлекать рыбу, правильно? Пока не попробуешь, не увидишь. Но привлекает это только Стива-младшего, которому, как настоящему рыбаку, нужно полежать на льду, чтобы стало... Но вдруг... Что это было? Я не знаю. Здесь рыбы нет. Здесь тоже нет. Зато есть это. Короче, этот владыка озера утаскивает свою добычу, которую у него так нагло отжали. Батя бомбочкой ныряет за сыном, но оглушить амфибию таким образом не получается. Сын удаляется. Батя напоследок огребает. За ним в прорубь ныряет Дэвид. И хорошо, может хоть взбодриться, а то весь фильм он какой-то гашеный. Спасает же их в итоге президент... Который купался тут неподалеку. У Стива порез. И, возможно, гипотермия. Но он все равно полон решимости поймать это существо. Эй, Стив. У тебя есть какой-нибудь телефон или радио, или что-нибудь в этом духе? У меня нет спутникового телефона. Зато есть. Ухня, душ, мини-бар. Рэй все же уговаривает Стива не рыпаться. Хочешь, чтобы я еще раз усмотрела твою грудную клетку? Все в норме. Я в порядке. Хочешь, чтобы я еще раз усмотрела твою грудную клетку? Все в норме. Я в порядке. Почему бы нам не провести ночь здесь? Да, Стив выходит на охоту или рыбалку. Уже непонятно. Это существо привлекает вибрации. Я устанавливаю эти штуки, и когда оно придет, я взорву его башку нахуй. Подожди, смотри, когда придет монстр, я сделаю так. Постой. А парнишка-то подрос. То-то он мне сразу показался знакомым. Монстр выныривает из-подо льда, чтобы как следует втащить Стиву за базар, а потом затащить под лед. Случается крутая операторская работа и ни в чем ей не уступающий монтаж. В результате чего Стив пропадает, а Дэвид получает царапину. Семейка укрывается в трейлере, потому что догон недоделанный, похоже, готов всю ночь ромсить. И казалось бы, им ничего не стоит дождаться утра и по светлу добраться до дома, тем более, что у них и оружие осталось. Но Дэвид решает полежать на полу, возле лунки. Дэвид! Минус три! У-ху! Наступает утро. Мы собирались пожениться. Зачем? Вы же были просто друзьями. Сын Дэвид. Его друг Джина. Ему повезло с тобой. А тебе с ним и не очень. Ну и в общем, оставив Дэвиду теплые вещи, на всякий случай, и взяв ружье, одно из двух, они выходят. И вместо того, чтобы залить в снегоход бенза, который, судя по всему, есть... Нам бы следовало заправить его перед тем, как мы останемся здесь в полной темноте. И уехать они отправляются пешком. Даль, конечно, что у них нет теньков. Вдруг, подо льдом начинает шнырять их тьяндр. У Рэя на почве мести начинает ехать крыша. Рэй! Рэй! Пошли! Оно не может проломать лед! Нет. Оно не за вами. Оно за мной. Уходите! Я не брошу тебя. Идите, пожалуйста, или оно убьет нас всех, когда мы доберемся до берега. У тебя ствол, а у него плавники. Это ты всех можешь убить на берегу. Я не брошу тебя. Давай! Ну и надо понимать, что под водой все-таки решают плавники, а не ружье. Женщинам же удается дойти до берега. Но водяной таки выныривает и начинает зачитывать рыбий рэп. Или что это за жесты? Я знаю, ты меня не понимаешь. Я знаю, что ты меня не понимаешь, но все равно буду с тобой разговаривать. Я знаю, ты всего лишь примитивное животное. Я знаю, что ты меня не понимаешь, поэтому буду тебя оскорблять. Отличная логика. Но так или иначе, ей удается объяснить рыбе Ситуёвину. Рыбина проваливает. Они тоже встают и уходят. Ну, во-первых, я не понял, при чем тут гипотермия. В моем обзоре гипотермии больше, чем в самом фильме. Или, может быть, все происходящее в фильме было гипотермическим бредом Рэя? Не думаю. Во-вторых, что это вообще в целом было? Я не увидел никакого подтекста, посыла по типу последствий человеческой жизнедеятельности, а-ля глобальное потепление или сброс химических отходов в водоемы. Что это за чудо-юдо и откуда оно вдруг взялось? Может, автор этого фильма не любит рыбаков, и поэтому решил снять фильм про то, как рыба ловит рыбаков? Но таких фильмов как бы навалом. Хотя нет, про зимнюю рыбалку я таких фильмов еще не видел. Смерть среди айсбергов не считается. Короче, очень сомнительный фильм по всем параметрам. Хотя, если посмотреть трейлеры предыдущих работ режиссера этого фильма, то может сложиться впечатление, что гипотермия еще норм. В общем, на этом все. На лекарства скидываться не надо, но вы можете заглядывать ко мне на стримы на еще два моих канала. Ссылки на эти каналы в описании к ролику. Всем спасибо за меня. Субтитры создавал DimaTorzok